Включение областного и легкоатлетического забега. Федеральный план открыло новые возможности для спортсменов. Финансирование направили на подготовку юбилей на 80-е эстафеты. Она в этом году пройдет с размахом. Регион встретит гостей из 12 городов страны. За приз газеты «Ульяновская правда» поборются бегуны республик Беларусь и Крым. Всего же ожидается больше четырех тысяч участников, включая студентов вузов и СУЗов. На старт смогут выйти и все желающие взрослые. Для них введена дополнительная группа. В этой группе будут принимать участники объединений неформальных, тех, которых нельзя издействовать по принадлежности к какому-то конкретному предприятию или какому-то учреждению. И для того, чтобы расширить возможность поучаствовать спортсменам, которые не принадлежат какому-то конкретному предприятию или организации, вот тут была введена эта 11 группа. А вот дистанция из стафеты остается неизменной – 7585 метров, разделенные на 23 этапа. Как продвигается подготовка, обсудили на профильном совещании. Глава региона поставил простую задачу – выступить достойно. Чиновникам Алексей Русских поручил подготовить город к забегам, покрасить бордюрный камень, выполнить ремонт дорог, где он необходим, привести в порядок тротуары. До большого спортивного праздника фактически остался один месяц. В зоне особого внимания у нас состояние спортивных объектов, транспорт, места размещения участников и гостей, медицинское и информационное сопровождение. Главный спортивный праздник весны откроют 28 апреля. День предстоит насыщенный. Помимо забегов на площадке Дворца спорта «Волга» «Спорт-арена» во время финала Кубка России и всероссийских соревнований по кикбоксингу пройдет поединки кость в кость и сольные композиции спортсменов со всей страны. Также нами сформирована бригада вызывных судей, что обеспечит нам честное и прозрачное судейство на протяжении всего турнира. В рамках нашей тесной работы и сотрудничества с Министерством спорта РФ подготовлено, организован, считаю, эффективно наградной отдел. Все награды подготовлены в соответствии с установленными стандартами. 28 числа закончится кубок и пройдут галлы-финалы по четырем версиям и также четыре боя по профессионалам. По итогам Кубка России судейский состав определит спортсменов, которые представят свой регионы, чемпионате и первенстве России. Центральный бой запланирован на вечер. Ринг займут Владимир Минеев и Константин Глухов. Параллельно 28 апреля состоится футбольный матч «Волга-Иртыш».